Всем привет, с вами Войсы! Сегодня у нас начало нового блога, сейчас, именно сейчас. Я не знаю, почему я камеру раньше не достал, потому что вчера я ездил на пляж, и сегодня утром я ездил там в тренажерный зал, там много можно было бы что показать, но я не взял её. Сейчас я стою, сижу, короче, смотрю, стою, сижу, смотрю. Смотрю UFC 187, дело в том, что я смотрел его на телевизоре, я его начал вообще смотреть на работе, то есть за детьми там меня опять попросили смотреть, я посмотрел, они уже все спать ушли, я начал, короче, смотреть, пришли родители, я такой быстро, резко побежал себе домой, начал по телевизору смотреть, они берут и посередине прям до боёв самых лучших бойцов и останавливают, и говорят, платите 60 баксов, чтобы продолжить просмотры, и я такой, ну чё? Я разозлился очень сильно, пошёл наверх, то есть я в комнату, начал гуглить везде, и не нашёл я, на английском не нашёл, а потом я решил всё-таки взять и ввести 187, смотреть трансляцию, то есть написал на русском. И на наших русских сайтах я нашёл всё-таки UFC, сейчас я очень радостный, довольный, смотрю бои, тем более сейчас скоро будет основной бой, блин, я очень рад, так рад. Дело в том, что в этом сезоне дрался один из моих знакомых, это Рафаэль Наталья, не знаю, если вы увидите его, короче, он дрался и он победил, может быть мы как-нибудь даже съездим в зал, где тренируется он, и познакомимся с ним вживую. Кстати, в этом сезоне будет драться Андрей Орловский, это как бы наш чувак, я не знаю, некоторые, может быть, из вас помнят, он дрался с Фёдором, но Федя, конечно, его отправил в нокаут, что здесь сказать? Федя, это Федя, это Федя, Федя, ну как бы Федя, насчёт него ничего не скажешь плохого. Кстати, вы можете заметить, у меня лицо всё, наверное, красное, розовое, нет, или мне просто кажется, или на камере, не знаю, я на самом деле обгорел чуть-чуть, у меня нос всё будет скоро слазить, такое ощущение, но не до такой степени, чтобы прям тронуть, у меня, ааа, там всё, 60 баксов грёбанных платить, чтобы посмотреть продолжение этого боя, это что за вообще понты такие, а? Беспонтовые. Энтони Рамбл Джонсон должен был с Джон Джонсоном драться, то есть с чемпионом, но до этого, буквально 3-2 недели до самого боя, Джон Джонс взял, короче, ехал на машине и сбил девочку, и у него в машине нашли, короче, по-моему, наркоту какую-то, он испугался, скрылся и идиот забыл контракт свой, с которым он подписывался и все у себя в машине, и тупо, короче, и убежал. Очевидцы видели, как какой-то здоровый чернокожий в белой магии перепрыгивал через забор, вообще, вот он мудак, а. О, боже мой, Арнольд Шварценеггер, вау. Смотрите, у него сейчас бой будет, где-то через, я не знаю, час, наверное, он такой в костюмчике с розовой бабочкой, разгуливает по коридору, вообще охренеть. У него голова на чёрное яйцо похожа. О, это мой чувак, ну, то есть не мой чувак, но я хочу, чтобы он победил. Вперёд, голобок. Кстати, его называют чёрным Емельяненко, его на самом деле так и называют. Ну всё, Андрей Орловский сейчас будет выступать. Андрюша крутой, Андрюша под Оминемо вышел. Андрюша родился в Белоруссии. Андрюша, гаси, гаси, Андрюша, давай, мути, ну, ну, забей его в хлам, забей этого лысого, пусть сходит пописать. Тащи ему, втащи, давай, давай. Лысому, по-моему, насрать вообще, что происходит. Андрюша получил по щам только что, ну, давай, всё равно, у него вроде бы подбородок каменный, там что, борода смягчают удар, наверное. Точно, я-то думаю, зачем им бороды, бороды это смягчают удар. О, 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 боже мой, Андрюха, давай. Это яйцо уже себя почти не контролирует, уже не понимает, что происходит. Боже мой, по бороде не бей, бей в весок. Боже мой, он опрокинул лысого, добей эту мразь уже, давай, красиво, Андрюха, ну, давай, мути, у тебя же кличка Питбуль. Загрызи его, нахрен. Вы бы видели, какой удар, я не знаю, если у меня получилось, я сняюсь, у меня камера немного тормозит, ну, давай, давай, аааа, я прям радуюсь, ну, давай, Андрей, Андрей. Нет, 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 вы чё делаете, не, да не может быть такого нет, Андрей, вставай, развернись, втащи, давай, ну, быстрее, ну, ну, ты чё делаешь? А, я сейчас снимаю угол экрана, какого чёрта? Успеешь, 50 секунд, о, попал, попал, ну, чуть-чуть ещё. Аперкот, боковой, красава, Андрей, Андрей. Молодец, у-ху-ху-ху. Я просто рад за него, блин, в первом раунде. Прикинь, что такой, раз этот, утащил мужика к себе домой. Вот, 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 вот после этого момента он рухнул, просто, знаете, такой здоровый, двухметровый чувак, который под 120 килограмм весит, он рухнул. На, ну, Андрей тоже рухнул, но он всё-таки встал, развернулся, и вот на тебе, хренакс по бороде, нах. Какой он, как кусок говна просто размесил. Привет, ещё раз, уже следующий день, и сейчас я, я не знаю, я стирку разгребал, короче, у меня постиранная вещь, сейчас надо будет всё по полочкам раскидать. Я не знаю, почему я камеру включаю на каких-то скучных моментах в моей жизни, когда ничего особого не происходит. На самом деле, за последние несколько дней произошло столько много всего интересного и весёлого. Камеру я, как всегда, конечно, не брал, я ничего не снимал. Видимо, всё потому, что, когда у меня происходит что-то интересное и весёлое, мне просто не до этого. Вот так вот, да, что ж. Я недавно просматривал на комментарии, короче, к моим старым видео, но там кто-то пишет. Люди настолько тупые, я просто не понимал, у меня в голове просто не сходится, каким боком я вообще себя показал лицемерным. Назвали мои видео, да, типа, после того, как ты стал снимать влоги, ты стал скучным и лицемерным. Ну, окей, скучным может быть это да, потому что я снимаю не видеоигры, теперь я реальную жизнь. Да, мать его, ребятки, реальная жизнь может вам показаться намного скучнее, ну, по крайней мере, моя. Ну, не суть, некоторым нравится, поэтому идите нахрен. Но лицемерным? Какого чёрта вообще? Вот они увидели красивое слово, не знают его смысла, и решили вдруг раз пихать свой комментарий туда, чтобы показаться грамотными. Да нихрена вы не грамотными, и вы только себя тупее ещё выставляете, чем вы на самом деле кажетесь. Взять какое-нибудь такое слово, которое круто звучит, взять его, пихать и думать, и вы умны? Да нихрена вы не умны, и ваш комментарий, он такой же быдлокомментарий всё равно и остался. Поэтому прежде чем что-то писать, фильтруйте базар, ёпт. Да. Да нет, шучусь, я тоже сейчас каким-то быдлом выставляю. Надо же как-то, знаете, более-менее грамотно подходить. Это интернет вообще, о чём я говорю, это же интернет, он вообще там, такое говно вообще происходит, это полный бред. Там же и смысла нет даже зацикливаться на людях и думать, что они, вот, может быть, образумятся, поумнеют. Всем привет, короче, я сейчас на улице, я сижу, жду, сейчас должен скоро идти салют, там какой-то карнавал проходит, в общем, на стадионе. Стадион находится буквально в метрах 100 от меня. По окончанию этого парада, не парада, а карнавала, там всякие аттракционы, 5-10, завезли тут на стадион, там будет салют. Но я туда на сам карнавал не пошёл, потому что, не знаю, настроения нет идти. Я хотел поесть, сходить, а нет, так нельзя. Мне начали там говорить, о, сейчас начнётся, через вот-вот, сейчас начнётся, минута-две, я сижу здесь уже полчаса, блин, наверное, я не знаю. Ладно, ладно, слышите музыку. Ковно какая, музыка, мне не нравится. Ладно, будем ждать. По-моему, этот сраный салют никогда не настанет. Срать мне, короче, на этот салют я слишком голодный, я давно не ел, по-моему, час назад всего. Поэтому я себе что-нибудь сделаю, поесть сначала, а потом уже, наверное, пойду, у меня пофиг, потому что там он поздно, я пропущу. В прошлом году его видел, даже фотки постил на инсту, то есть там он такой одинарный салют, то есть по одному залпу каждый раз это как-то, знаете, чё, чё я не видел, в Дисней вообще вот пиз... Ну, вы сами видели, с диснеевским салютом, по-моему, только наши новогодние сравняции. Ну, короче, они соизволили разродиться и вроде бы чё-то начали пускать воздух. А, ну, он чё-то там, да. Окей, ну, окей, ну, понятно. Ну, вот, примерно так он будет в течение 15 минут. Ой-ой-ой, как злобно прям, ух ты! Ну, пустите хоть, там, я не знаю, три залпа для прикола, что ли. А то один, два, как-то... Как-то всё это вадно слишком. Машины странные ездят, я не понимаю, зачем. Надо же вот любоваться вот этим вот, что это. Что это? Ну, короче, только что простримил. И сейчас буквально пришёл час-два, и сейчас я уже еду, еду кое-кому домой. Я, кстати, еду на остановку, у меня всякое говно садится. Пока машины нет, печально, очень печально. Короче, я пришёл, подруги домой. Дом охренеть большой, да? Блин. Блин, твою мать, можно ничего не видеть. У меня только что шляпа вылетела. Чего печально, очень печально. Короче, я надеюсь, то, что меня слышно. Сейчас мы едем к парню моей подруги. Там будет бассейн, и вроде немножко отдохнём. Адин ахой. Ты сказал, что это правильно? Это правильно? О, мой Бог. Это правильно? Это правильно. Да, это значит, что... Можно сказать это опять? Вот мы идем. Адин ахой. Адин ахой? Да, я написал это. Какая культурная, интеллигентная девушка. Адин ахой? Ты сказал это один день, поэтому я написал это. К сожалению, это единственное, что я их научил. Ты скажешь, что ты. Американцы are good, good people, we don't curse, I'm sweet, I'm sweet, we're not set, I'm skinny. Я переодеваюсь, у него парня дома, короче, это все очень странно, я не понимаю, что происходит. Сейчас в бассейн пойду. Say something in Russian. What would you say? I don't know, whatever you're supposed to say for your video. I don't know, какая-то обезьяна взяла камеру в руки и тебя снимает меня. Я даже не знаю, какие-то люди, они все такие странные, отвечают. Say bye. Ok. Off now. Ash, I thought you were going to go out. Woo! Russia! Woo! Ow! I miss you two people. Ryan, I miss you again. Okay, hold on, I'll tell you. 1, 2, 2, 1. I'm Russian. Oh, my sample. No, my sample broke. Короче, ребят, я уже в машине у своего друга. На самом деле, это тупое место. В общем, это место было пипец какое. Было неплохо так себе, но те люди, с которыми мы сегодня познакомились, были какие-то ублюдки. И постоянно шутки у них не смешные, пятый-десятый. Поэтому, хорошо, что Лием был со мной, мне было хоть не так уж скучно. Ну и аж. В общем, сейчас мы едем домой, я устал еще до сих пор, видите, в этот, как бы, майку не одел, ничего, полотенце. Ну и мы быстро взяли все вещи и свалили, короче, от арбата. Ну ладно, все, короче, они меня довезли до дому и сейчас попрощаемся с ними. Пока-пока, ребят. Пока-пока-пока-пока. Давай. Ну вот, в общем, ребят, день походит к концу и я уже вроде бы думаю заканчивать, потому что материал вроде бы есть. Может быть, не так много, как должно быть, но все-таки птички там поют, что-то ветерочек такой приятный, не холодно, не жарко, знаете. Да, это все тот же день. И я не достал камеру через две недели после этого. Завтра мы тоже собираемся отдыхать вместе со своими друзьями, с теми же, с кем мы были сегодня. И я достану камеру уже завтра, но это уже будет другой влог и совершенно другое видео. В общем, ладно, с вами был Войс, увидимся в новых сериях. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!